Сделано не на совесть. Президент провел совещание по вопросам ЖКХ. А как-то часто в жизни бывают. Пришли, разворотили квартиру или крышу. Что раскритиковал глава государства. Бьет, значит бьет, а не любит. В стране проходит акция «Дом без насилия». Можно и ломать, можно стучать ногами, руками бить, все. Как вырваться из абьюзивных отношений. Геолокация Пушкина 202. Бобруйская школьница создала путеводитель по гастротуризму. И урочена к международному фестивалю народного творчества «Винок дружбы». Где попробовать блюда белорусской кухни. А также фермерское хозяйство, республиканский субботник и безопасные путешествия. Минздрав запустит единую базу акцинированных от COVID-19, когда к ней подключатся поликлиники. На контроле президента во Дворце независимости обсудили вопросы ЖКХ. Александр Лукашенко отметил, значительное количество претензий белорусов касается капитального ремонта домов. Больше всего людей измущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и, как итог, некачественно проведенные работы. А как-то часто в жизни бывает, пришли, разворотили квартиру или крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали, люди жалуются. Я когда вижу подобное в телевизоре, скажу вам откровенно, у меня кровь закипает в жилах. Я думаю, но вы же, чиновники, которые этим занимаетесь, у вас же крыша не течет. А этот человек или там женщина рассказывает, что она вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги, и это же обычно простые люди, а на завтра потекла крыша. Как можно жить в такой квартире? Значит, надо сделать так, чтобы неповадно было. Критика прозвучала и в адрес организации работы с отходами. Поднимались проблемы деятельности службы 115, также факты беззакония, товарищества собственников. Актуальный вопрос этого сезона – озеленение. Здесь тоже есть недочеты, которые нужно исправлять. Абьюз – это не современно. В стране проходит акция «Дом без насилия». Под пристальным вниманием сотрудников милиции любители выпить безработные и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Как бороться с обидчиками и стоит ли покрывать близкого человека. О токсичных отношениях Карина Гуревич. Жизнь в квартире на социалистической давно превратилась в ночной кошмар наяву. Всему виной алкоголь. Пьет сын – страдает мать. Хотя еще 10 лет назад мужчина занимался футболом и грезил большим спортом. Но свернул на кривую дорожку. Сейчас ни друзей, ни работы. Когда пьяный, особенно когда утром подсояснется, ему нужно деньги – давай, деньги, давай, все. Можно и ломать, можно стучать ногами, руками бить, все. Ну, проснулся, пошел на точку. Как можно точки эти вот, я не знаю, все выносить, все. Все на точки. В таких историях, как правило, один и тот же сценарий. Вещи пропадают, в квартире погром. Часто дело доходит и до рукоприкладства. Предотвратить беду – главная задача. Акция «Дом без насилия» охватила все уголки страны. Особое внимание семьям, где пострадали дети. Наибольшую угрозу отмечают специалисты, представляют безработные и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Мы посещаем их, независимо, в любое время суток можем прийти, то есть днем, вечером, ближе в вечернее время, ночное время. Беседуем с ними, беседуем с членами их семьи, вызываем их на профилактические мероприятия. Если следы физического насилия – это порезы, побои и переломы, то психологического изменения личности, характера и самооценки – все это предпосылки к бытовым конфликтам. Чаще всего, как известно, страдают именно беззащитные. Тихий и спокойный район. Но так ли это на самом деле? По статистике, каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию. И это не только жены в списке мамы и сестры. Так что же происходит за закрытыми дверями? Желание защитить близкого человека порой только усугубляет ситуацию. Безнаказанность для абьюзера – хорошее подспорье. Если вы стали жертвой агрессора, звоните по номеру 102. Помните, в доме нет места насилию. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спасительный звонок. Накануне Настровского горел балкон многоэтажки. ЧП произошло около полудня. В это время хозяин квартиры вместе с ребенком находились дома. Мужчина пытался справиться с огнем самостоятельно, но все же вызвал спасателей. Прибывшие спасатели наблюдали выход дыма из балкона на пятом этаже в квартире. В результате пожара повреждено лишь некоторое имущество на балконе. Причина пожара выясняется. С начала года в Бобруйске районе произошло уже свыше 50 ЧП. В республике почти 1900. МЧС призывает быть осторожными и беречь себя. Обновленная цена, плацкартный вагон и генеральная уборка. В Беларуси пройдут республиканский субботник. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минсельхозпрод предлагает ввести новое направление финансовой поддержки для фермерских хозяйств. Речь идет о предоставлении субсидий на реализацию стартапов. Средства можно будет направить на разработку проектной документации под строительство помещений для производства, переработки и хранения сельхозпродукции. Плюс на приобретение техники и животных. Минздрав создаст базу вакцинированных от коронавируса. Информационная система должна заработать в стране 6 июня. В течение двух месяцев к ней подключат все поликлиники. После синхронизируют сведения с приложением «Путешествую без COVID-19». В Беларуси подорожало автомобильное топливо. Стоимость традиционно выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,12, 95-й и дизель 2,22, 98-й 2,44. Это шестое повышение цены за год. БелЖД в 2022-м перевезла свыше 12 миллионов пассажиров. Поездами бизнес-класса воспользовались 1,7 млн человек. Выбор в пользу эконома делали в пять раз чаще. Перевозчик, напомним, организовал возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи и Туапсе. В Беларуси пройдет республиканский субботник. Особое внимание 16 апреля уделят озеленению городов. В прошлом году в ЭКО-движении приняли участие свыше 2 миллионов человек. Собранные деньги, а это более 9 миллионов рублей, направили на благоустройство населенных пунктов и оснащение клиник. От лэпбуков до челленджей. В Абруйске подвели итоги областного конкурса «Моя земля при Днепровье». Больше чем за год дети создали свыше 150 проектов, мобильные приложения, интерактивные карты и уникальные макеты. О культурных ноу-хау Ольга Васенда. Владислава Кристиева презентует собственный проект. Над ним девятиклассница работала целых два месяца. Гастротуризм представляет собой интерактивную карту. Здесь указана геолокация кафе и ресторанов города, где готовят блюда белорусской кухни. Драники, картофельную бабку, мочанку, клёцки, холодник и налестники. Рядом цены. Приурочена к международному фестивалю народного творчества «Венок дружбы», чтобы в обручании гостей города, которые приедут на этот фестиваль, они могли попробовать познакомиться с культурой города ещё и через белорусскую национальную группу. Проект «Моя земля при Днепровье» стартовал ещё в январе прошлого года. Позади два этапа. В Абруйске за это время в реальность воплотили свыше 150 идей. Полсотни отправили на область. Лэпбуки, настольные игры, челленджи и новые туристические маршруты. Одну из самых крупных задумок реализовали в Центре туризма, краеведении и экскурсии детей и молодёжи. Макет Бобруйской крепости создан на основании карта схем 1855-го. Внутри 13 улиц и переулков, 27 кварталов и 131 здание. Сейчас из всего, что здесь представлено, сохранилась лишь третья часть. Около ста сооружений будто канули в лето. Участие в областном проекте приняли более 20 тысяч детей. Креативные идеи предлагали все 36 учреждений общего, среднего и дополнительного образования города. Подключились и детские сады. Дипломами Бобруйского горосполкома отмечены 72 работы. В рамках проекта много было посещено памятных мест. Это, конечно же, в первую очередь, восприятие гражданско-патриотическое. Дети должны помнить историю нашей страны, города. И эти все, можно сказать, памятные места отражены в наших работах, которые представлены сегодня и в дальнейшем будут использоваться в образовательном, воспитательном процессе в учреждениях образования. Март стал отправной точкой третьего этапа в планах создания интерактивной карты, где будет размещена информация о достопримечательностях Могилевской области с геолокацией и историческими фактами. Плюс появится и мобильное приложение «Моя земля Приднепровья». Спорт для будущих шумахеров. Бобруйск принял республиканские соревнования по картингу. Техноспорт собрал больше 60 участников из всех регионов страны. Гонки проходили на территории Бобруйск-арены. Ребята состязались в двух возрастных группах – 8-12 лет и 13-16. Главная задача – проехать быстро и аккуратно. За касание фишки – штрафные баллы. Это азы, так сказать, для начинающих спортсменов. Если мы возьмем в пример наших ролистов, кольцевиков, то многие из них прошли эту школу картинга. Без этого никак. Первый этап двухдневного картинга с лалома завершился церемонией награждения победителей личного состава. Второй пройдет 5-6 мая в Гомеле, где подведут уже и командные результаты. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова